Всем привет, с вами Ян Матвеев. Появились невероятно важные подробности об убийстве Алексея Навального. Российская армия захватила еще одно село, Зеленский назвал потерей Украины, а Лукашенко собрался на выборы. Только что мы выпустили очень важное видео о том, почему Путин убил Алексея Навального именно сейчас. Совершенно понятно, что все жестокие и пыточные условия содержания Навального в колониях были медленным убийством, но затем Путин принял решение немедленно убить Алексея, потому что он помешался на ненависти к Навальному, ведь тот не просто рассказал всему миру о коррупции и воровской сущности диктатора, но и опозорил все его спецслужбы. В ролике Мария Певчих подробно объясняет, почему Алексея убили именно 16 февраля. Дело в том, что в этот момент все было готово к обмену ФСБшника Красикова на Алексея. Это четко дали понять Путину, но он принципиально не мог видеть Алексея на свободе. Тело Алексея Навального отдали матери спустя 9 дней после убийства и нескольких дней шантажа. Спасибо всем, кто записывал обращение, но расслабляться, конечно, рано. Впереди похороны мы очень надеемся, что власти не будут мешать их провести так, как хочет семья Алексея. Напоминаю, что вся официальная и правдивая информация об Алексея публикуется в твиттере Киры Ярмыш. Не верьте другим источникам, пожалуйста. Следите за нашими сообщениями. В Красноярске посетители Квербара положили лицом в пол. Силовики сдержали 12 человек. В отношении владельца клуба проводится проверка из-за провокационной вечеринки. Все это по доносу Мизулиной. Она написала на бар донос из-за видео, где драк-артист выступал в костюме военного. Бар уже объявил о своем закрытии из-за невозможности продолжать работу в нынешних условиях. А в Питере менты испугались стихотворения. На 18-летнюю девушку завели уголовку за плакат со стихом Тараса Шевченко «Завещание», наклеенный на его памятник. Дарьи Козыревой вменяют дискредитацию армии. Ранее на девушку уже составляли административные протоколы по этой статье и отчислили из СПБГУ. В Челябинске девушку, возложившую цветы в память о Навальном, вызвали в полицию на беседу. Там менты выдали ей портрет Берии с подписью «Сидеть дома – это лучше, чем просто сидеть». Вот интересно, менты в курсе вообще, как закончил Берия, а еще Ежов, Егода и тысячи других чекистов, которые вот так же по приказу власти творили беспредел, расстреливали, убивали людей, а затем сами были безжалостно расстреляны. Тут скорее наоборот, каждому менту надо дарить такие фото со словами «Помни, если встал на сторону убийц, ничем хорошим для тебя это не закончится». Интеллектом решил блеснуть и Рогозин. Бывший глава Роскосмоса опубликовал расистский, совершенно позорный твит, где сравнил министра обороны США с обезьяной, простите. После этого он сначала попытался оправдаться, заявив, что не пользуется никакими соцсетями, кроме телеграммы и контакта, хотя это вполне официальный твиттер, все знают это. А потом Рогозин продублировал подобные российские заявления еще и в ВК, где назвал Остина, Байдена и Шольца грязными обезьянами бандерлогами. В Екатеринбурге очередной убийца вышел на свободу. Бывший депутат Олег Кинев в марте 2016 года организовал убийство пожилой женщины из-за ее квартиры. Его приговорили к 16 годам колонии строгого режима, но срок он так и не отсидел, так как поехал на войну убивать других людей. Вот он на видео благодарит за гуманитарную помощь. Эта помощь очень своевременна и очень нужна. Важные подробности по поводу Fan ID. Помните такую электронную систему? Министр спорта Матыцын заявил, что введение карты болельщика или Fan ID это решение Путина личное и поэтому пересмотру внимания не подлежит. Ранее болельщики называли введение пропусков убийцей футбола, а многие клубы бойкотировали их оформление. Технический Fan ID оказался, во-первых, крайне неудачным решением и в том числе власти применяют его для репрессий фанатов. Но ведь царь сказал, значит так и будет. Российская армия продолжает наступление к западу от Авдеевки. На выходных было захвачено село Ласточкино. При поддержке 35-й бригады, 2-го батальона и иных бригад было еще освобождено еще одно село Ласточкино. Начались атаки на Тоненькое, Орловку и Северное. ВСУ отходят на новые рубежи и пока не ясно, где именно смогут закрепиться и остановить российское продвижение. На выходных российские военные смогли прорваться в Работино. В село вошла целая колонна с десантом. Вот, пожалуйста, эти кадры на вашем экране. Но затем украинские военные, в основном с помощью дронов, отбили эту атаку и уничтожили часть колонны. Сейчас тоже эти кадры вам покажем. Село остается под контролем ВСУ. Но российские атаки на этом участке продолжаются. Они явно пытаются срезать вот этот вот Работинский выступ фронта, образованный во время украинского контрнаступления. Вокзал в Константиновке был разрушен ударом российской ракеты. Попадание довольно точное. Пишут, что могла быть повреждена система управления станцией. Но сами пути и другие постройки остались целыми. Поэтому, скорее всего, узел продолжит работу. Константиновка – важный логистический центр Бахмутского участка фронта. Там российская армия проводит атаки через Ивановска и Богдановку на Часов-Яр. Во время пресс-конференции, посвященной второй годовщине начала вторжения, Зеленский много говорил об армии, естественно. В том числе назвал число убитых украинских солдат. 31 тысяча украинцев загинуло, войсковых загинуло в этой войне. Россияни загинуло, их 180 тысяч. 31 тысяча погибших кажется заниженной оценкой, как и 180 тысяч российских солдат завышенной. Вот только что российские журналисты «Медиазон» и «Би-Би-Си» и «Медузы» проводили подсчеты, итоги. По суммарным данным «Медузы», основанным на поименных списках погибших и данных наследственных дел, за два года войны погибло около 75-88 тысяч человек. Вместе с мобилизованными на оккупированных территориях, общие потери путинской армии могут достигать 100-110 тысяч убитыми. Безвозвратные потери больше 200 тысяч. В то же время украинские потери можно оценить по данным одного поименного списка, пусть и несколько сомнительного. В нем чуть более 42 тысяч записей. Вполне возможно, Зеленский не назвал часть погибших военных, которая относится к ведению других структур, например МВД. Если очень округлять, то по оценке аналитиков, соотношение по погибшим на фронте у России и Украины составляет 1 к 2 в пользу ВСУ. Российские солдаты снова расстреляли украинских пленных. Семь человек были убиты на одном из укрепрайонов под Бахмутом. Предположительно, это бойцы 92-й бригады. Мы не будем показывать вам эти жестокие кадры, но они не оставляют сомнений в том, что совершено военное преступление. За последнее время российские военные совершили уже несколько таких убийств, которые были задокументированы. Подобные преступления имеют систематический характер. Лукашенко объявил, что снова будет баллотироваться в президенты и никому власть не отдаст. Диктатор также добавил, что лимит революции в Белоруссии и России исчерпан, а выборы в стране проводятся для себя и в их признании никто не нуждается. Лукашенко находится у власти уже 30 лет. Светлана Тихановская уже призвала эти выборы бойкотировать. По всему миру прошли митинги во вторую годовщину начала войны. 24 февраля местные жители, украинцы, белорусы, россияне вышли на улицы, чтобы еще раз напомнить всем об ужасах, которые происходят прямо сейчас. О той кровавой войне, которую развязал Путин со своими друзьями. Ну и конечно, чтобы призвать всех бороться с этой бесчеловечной мразью, к чему я вас тоже призываю. Сегодня 26 февраля и 733 день войны. Как обычно, рассказали вам все самое важное к этому часу. Обязательно распространите видео, чтобы как можно больше людей узнали правду. Спасибо тем, кто поддерживает нашу работу на Патреоне. Это очень-очень важно для нас. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok